Друзья мои, всем привет! Каждые две недели в местной телепрограмме русскоязычной в Торонто выходит мой фрагмент о недвижимости, коротенький, там на пару-тройку минут. Последний раз я делал материал про open house, то есть, или по-русски говоря, день открытых дверей. Ну и поэтому я решил, что, может быть, есть смысл заодно как бы наговорить какой-то материал в отношении open house, потому что на эту тему вопросы люди тоже задавали. В частности, например, один из вопросов звучал так. Сергей, я вот, допустим, приехал в Канаду, я увидел, что недвижимость продается, стоят, скажем, там какие-то дома на продажу. Как правило, если вы находитесь в Канаде, вы увидите перед домом стоит щит такой специальный, на нем написано название риэлторской компании, на нем написано имя и фамилия агента, телефонная какая-то вот информация, телефон, по которому вы можете позвонить в компанию для того, чтобы связаться с агентом. И люди вот свежеприбывшие, они зачастую говорят, Сергей, вот эта информация есть в интернете, плюс на улице стоит вот этот вот самый щит, а я могу вот просто с улицы подойти, постучаться в дверь, позвонить и сказать, что, ребята, вот я пришел и я хочу посмотреть вашу недвижимость, насколько, вообще говоря, это возможно сделать. В Канаде это никогда не делается так. В принципе, вы можете постучать в дверь или позвонить, но будьте готовы к тому, что, скорее всего, продавец откажется вам показывать недвижимость. Я вам объясню сейчас, почему. Каждый раз, когда мы выставляем недвижимость на продажу, я вот, например, агент по недвижимости, у нас вся недвижимость продается эксклюзивно, как правило. То есть я подписываю договор, что я могу, как риэлтор, продавать только этот дом, больше никто его не может предлагать, помимо меня. После чего я выставляю его в систему нашу МЛС, это Multiple Listing Service, так называемый. И уже там предлагается комиссия для агента-покупателя, то есть агент, который приведет, так сказать, вот, человека, который хочет купить эту недвижимость, и ему там полагается, соответственно, вознаграждение за то, что он привел покупателя, за то, что сделка состоялась. Вот так у нас это работает. Кстати, нужно сразу пояснить о том, что у нас комиссионный и продающего агента, и покупающего агента оплачивает продавец, поэтому покупатели, как правило, у нас никогда не работают сами, то есть в этом нет смысла прийти, пытаться договариваться с чем-то напрямую, допустим, с продавцом, потому что это ничего не дает. Проще прийти с профессионалом за спиной, который знает, так сказать, о чем он говорит, знает, что он делает, и при этом вы ему за это не платите. Поэтому, когда вы видите перед собой щит такой возле дома, это означает, что дом продается, но это не означает, что вы в него можете войти. Это довольно строгая процедура. В то же время, если у вас нет агента, а вы хотите посмотреть недвижимость, то как это сделать? Вот для этого и существует так называемый open house. Open house или день открытых дверей, смысл его очень простой. Как правило, это суббота или воскресенье. Обычно агенты проводят кто с 10, кто с 11, с 12. Стандартная такая планка, я бы сказал, это где-то примерно с 12 часов дня до 4 часов дня обычно. То есть, что делает агент? Он ездит на своей машине, он по району, он расставляет свои сайны. Вот это вот щиты, на которых написано open house, на нем обычно стоит стрелочка. Я попробую сфотографировать сейчас свой собственный сайн, чтобы вы могли понять, о чем идет речь. И вот он таким образом ставит такую сеть какую-то определенную по улицам с направляющими вот этими знаками, стрелочками для того, чтобы люди знали, куда им приехать. Вот так это происходит. Дальше в доме, как правило, находится сам агент. Сам продавец обычно на open house не присутствует, это не принято. То есть, считается, что профессионал делает свою работу, он знает, как лучше это делать. И вот тогда, если у вас нет своего собственного какого-то агента покупающего, вы пока еще не определились, с кем вы хотите работать, вы можете просто, допустим, поехать в субботу-воскресенье, и вы увидите, вот такие сайны стоят. Это значит, что вы в любой момент можете подъехать, ну, вот в промежутке этого времени, там, с двух до четырех, с двенадцати до четырех, как агент там это оговорил. И тогда вы заходите в дом, и вы можете совершенно спокойно пройти по всему дому, посмотреть, что, чего и как. И я думаю, что, наверное, и в России, и в Беларуси, и в Украине, и в Казахстане, наверное, уже практика-то тоже есть, и я думаю, что это, наверное, никакой особой новостью не является. Вот примерно такая ситуация. Не удивляйтесь, если при входе вот в такой дом, в котором проводится опенхаус, агент попросит вас зарегистрироваться. Делается это в нескольких, по нескольким причинам. Первая причина – это делается в целях безопасности, для того, чтобы у него была определенная запись, кто заходил, как этих людей зовут, имя, фамилия. Конечно, никто не будет проверять у вас там паспорта или какие-то другие документы. В Канаде очень много вещей делается на веру, на доверие, потому что рассчитано на то, что люди в основной своей массе, люди очень как бы нормальные, порядочные. И поэтому никто особым проверять не будет, вас просто попросят указать ваше имя и фамилия. Вторая причина – обычно агент интересуется, насколько вы серьезно заняты поиском недвижимости. Если вы пришли одни, то есть ли у вас ваш агент собственной по недвижимости. Если у вас агента по недвижимости нет, то он, скорее всего, предложит вам свои услуги. Это, естественно, совершенно нормально. Это его бизнес, это его работа – предлагать свои услуги всем тем, кто в них нуждается. Как правило, он вам даст обязательно распечаточку. Такое есть распечаточка, где написана будет вся информация по недвижимости. Сколько дом стоит, какого он примерно возраста, какая у него площадь в точности или, может быть, примерно, какие особенности этой недвижимости, сколько там в ней комнат, отделан ли у него нижний этаж и так далее. То есть вот масса такой информации. То есть это неограниченный вход. Это вот open house – это вход для покупателей, для посетителей с улицы, которые просто хотят зайти посмотреть и увидеть такую недвижимость. Часто люди спрашивают, насколько это эффективный инструмент для продажи недвижимости. Статистика на open house, в общем, я бы сказал, она не очень высокая. Потому что, как правило, на open house приходят люди… Ну, давайте так, вы едете по улице, да? То есть вы видите сайн стоит, так сказать. Вы видите там стрелочка, написано, что какой-то агент, там его зовут, условно говоря, Джеймс Бонд, да? Он проводит вот где-то open house вот на какой-то соседней улице. Давайте говорить так. Вы едете, и вы не имеете никакого представления о том, куда этот сайн вас ведет. То есть какая-то недвижимость. Это town house. Это квартира в билдинге. Или это отдельно стоящий дом. Или это semi-detach. Вы даже не знаете, что вы едете смотреть. Второй момент, вы понятия не имеете, сколько это стоит. Это может стоить 300 тысяч, это может стоить полтора миллиона долларов, это может стоить пять миллионов долларов. Потому что на сайне ничего этого не написано. Вы просто едете по указателю. Правильно? В то же время часть агентов утверждает, что они иногда продают недвижимость. Я знаю такие случаи, когда человек с улицы зашел, посмотрел, вдруг он загорелся, ему понравился. То ли он позвонил своему агенту, с которым он работает, то ли он согласился работать с агентом, который продает эту недвижимость. И, собственно, в этом вся идея open house для того, чтобы привлечь внимание покупателя. Иначе для чего бы агент это делал? Правильно? Вот такая коротенькая справка о том, что такое open house и для чего его проводит агент и сам владелец недвижимости. Надеюсь, вам это было интересно узнать. И, скорее всего, в ваших странах это тоже уже практикуется, я так думаю. Это все на сегодня. Если вас интересует что-то более подробная информация в отношении open house, то пришлите мне этот вопрос. Если он покажется мне интересным, я постараюсь на него обязательно ответить. Если у вас есть другие вопросы, тоже присылайте, хотя накопилось, и у меня их уже немало. Я стараюсь по возможности на них, на все ваши вопросы отвечать, из тех, которые мне кажутся, в общем-то, достаточно любопытными. Как всегда, я приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube, на мою страницу в Facebook, в Google+, в ВКонтакте. Всех охотно и без исключения принимаю в друзья. Никаких ограничений я не делаю. Всего вам самого наилучшего и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!